Да, сейчас у нас Александр Балдин, инженер-конструктор КБ Южного, расскажет о том, чем сейчас может похвастаться наша суперизвестная КБ, самая лучшая в мире, естественно. Здравствуйте, друзья. Спасибо за возможность выступить. Итак, потребности человечества в космосе постоянно изменяются, расширяются и растут. И естественно, что компании-производители космической техники и поставщики космических услуг обязаны не просто удовлетворять сегодняшним потребностям рынка, но и думать наперед, на десятилетия вперед составлять соответствующие планы. И вот мы сегодня с вами посмотрим, какие же проекты конструкторского бюро Южное должны обеспечить нам в будущем стратегические преимущества на рынке космических услуг. Но для начала все-таки пару слов о том, что такое КБ. Куда клацать? О! Сегодня конструкторское бюро Южное предоставляет полный спектр услуг, начиная с разработки элементов конструкции, таких сложных систем, как двигатели ракетные, продолжая разработкой ракет-носителей целиком и ракетно-космических комплексов и даже космических аппаратов, ради которых, собственно, все это и происходит, которые выполняют основную функцию, удовлетворяют потребностям человечества. Если простыми словами, то все, что было запущено, запускалось, точнее, даже не так, друзья, все, что может запускаться с поверхности Земли, из-под Земли, с поверхности океана, с воздуха и даже из космического пространства, разрабатывалось когда-либо в КБ Южном и кое-что даже успешно реализовано. Много чего. Нельзя не сказать о участии в проекте «Антарес». Это ракета, которая доставляет аппарат «Сигнус» на Международную космическую станцию с целью доставки грузов, в частности, еды, всего необходимого, аппаратуры научной. Вот первая ступень. Основная конструкция первой ступени этого ракета-носителя, разработана в конструкторском бюро «Южное», изготовлена на «Южмаше». Конечно же, нам стоит гордиться тем, что Украина имеет непосредственное отношение к деятельности Международной космической станции. Ну а теперь о тех шагах, которые мы делаем для будущего. Сегодня нам необходимо создать опытное производство следующего поколения. В первую очередь, это, конечно же, 3D-печать, селективное лазерное спекание. И у нас уже есть аппаратура, которая способна изготавливать сложнейшие элементы конструкции с помощью 3D-печати. И мы уже в ближайшее время запланировали расширять парк оборудования. Как раз, ну естественно, для того, чтобы соответствовать передовым рвинг-тенденциям. Также серия оборудования для работы с композиционными материалами. Это передовые методы намотки и так далее. Ну и более стандартные, условно говоря, стандартные станки. Ну а, конечно же, тоже по последнему слову техники собранные для того, чтобы обрабатывать, например, цилиндровидные детали. Какие детали, пардон? Цилиндрические, извините. Цилиндровидные, я так изобрел новое слово сейчас. Металлические, да? Ротационные и так далее. Ой, что-то я не туда листаю. Также, ну конструктора, это конструктора, они должны проработать конструкцию перед тем, как пустить ее на изготовление. И также вот у нас есть расчетные комплексы, в них работают специалисты-расчетчики. И для того, чтобы наши расчеты были как можно более точны, в КБ Южном работает самый мощный в Украине, один из самых мощных в Европе суперкомпьютер. У него превосходные характеристики. И вот что можно с его помощью делать. Ну, в первую очередь, чем мы занимаемся. Это расчеты аэродинамики, баллистики, нагрузки и прочность и тепломассообмен. Тут можно очень много чего рассказывать, но если кратко, то те операции, которые раньше занимали неделю вычислительного времени, уже при современной компьютерной технике, сейчас выполняются за считанные часы. Это позволяет, естественно, проводить больше итераций при проектировании, выбирать более рациональные, эффективные решения, конструкторские и так далее. Ну и более того, благодаря этому суперкомпьютеру мы можем просчитывать то, что раньше вообще было невозможно для нас. Цех сборки и испытания космических аппаратов. По последнему слову техники сделанный. Высочайший класс чистоты. Это новый какой-то цех, да? Это, ну, ему уже годика два, я вот так, честно, не помню. Ну, что относительно новый. Ну, относительно новый, конечно, да. И вот сейчас уже в нем собирается ряд космических аппаратов. То есть, и, конечно же, его перспективы велики. Там можно до тысячи килограмм аппараты собирать. То есть это цех для сборки зондов, спутников, каких-то аппаратов. Ну, не ракет, да? Нет, нет, нет. Это именно космические аппараты. Тут особая чистота нужна, да. Но дело в том, что не только сборки, еще и испытания, разного рода испытаний, в том числе электрических, там же тонкая электроника и так далее. И вот теперь, собственно, для чего все это нам нужно. Первый важнейший перспективный проект конструкторского бюро Южное – это ракетно-сети «Циклон-4М». Внешне он выглядит довольно просто, но на самом деле это высокотехнологичная машина, которая в себя вобрала, с одной стороны, передовые технологии, о которых вот мы говорили, и некоторые элементы конструкции, в том числе двигателя, будут изготовлены с помощью 3D-печати. А с другой стороны, здесь собран весь опыт инженеров конструкторского бюро Южное за все 65 лет. А я забыл сказать, что нам уже более 65. Вы неплохо выглядите. Спасибо. Значит, это в первую очередь отражается на надежности нашей техники. Космическая техника должна быть надежной, ракеты должны быть особенно надежной, потому что мы знаем, что спутники могут стоить миллиарды. И при выборе, собственно, поставщика услуги запуска, вывода спутника на орбиту, заказчик тоже смотрит на опыт, на надежность техники и так далее. Далее. Лунная индустриально-промышленно-исследовательская база. Это такой глобальный проект. Суть в том, что конструкторское бюро Южное сейчас разработало с одной стороны элементы лунной инфраструктуры, инфраструктурной лунной базы, лунную орбитальную станцию, пилотируемую транспортную систему и также роверы, которые будут, предполагается, ездить по поверхности Луны и обеспечивать транспортировку всего необходимого. А что за пилотируемая система? Это что такое? Что имеется в виду? Смотрите, дело в том, что предполагается, что придется доставлять грузы и, собственно, экипажи по одной из схем возможных между Луной и орбитой Земли или, например, между Луной и поверхностью Земли напрямую. И предполагается, что вот такие операции, в первую очередь, необходимо на данном этапе развития техники выполнять пилотами, а не автоматически. Вот поэтому она должна быть пилотируема. То есть это какой-то корабль-челног будет там? Совершенно верно. Совершенно верно. Между Луной и Землей. И также, в первую очередь, нужно для экипажа. Предполагается, что будет экипаж. Понятно, если челног. То есть, если мы будем возить оттуда реголиты, это, может быть, можно и делать в автомате, но вот для экипажей. Еще очень интересный вид сервиса. Геостационарная платформа для спутников геостационарных среднего класса. Смотрите, я вам что. Сегодня те телекоммуникационные спутники, которые висят на геостационарной орбите, все время над одной и той же точкой земли и обеспечивают телекоммуникацию, в первую очередь телевидение, а также связь, интернет. Вот они разрабатываются по индивидуальным проектам. Они довольно дорогие и одноразовые. Мы предлагаем такую конструкцию, которая позволит заказчику в лице телекоммуникационной компании, например, снабдить платформу своей полезной нагрузкой, то есть своей аппаратурой. И далее эта платформа самостоятельно выводит с ракетой носителей на определенную орбиту, далее переходит уже с собственной двигательной установкой на целевую орбиту, там остается и с помощью небольших электроракетных двигателей осуществляет коррекцию и поддержку своей орбиты и до 15 лет функционирует уже с аппаратурой заказчика. Это в первую очередь экономически выгодно. Еще интересный вид сервиса – орбитальный сервис. Дело в том, что реальность такова, космические аппараты по завершению срока своей эксплуатации могут сойти с орбиты, могут, ну, ввиду того, что, например, у них больше нет запаса топлива для того, чтобы поддерживать орбиту, или, значит, есть необходимость коррекции ввиду каких-либо причин. И вот мы сейчас разрабатываем космический аппарат, который мог бы, например, корректировать орбиты спутников, если по каким-то причинам орбиты… То есть ваш спутник подлетает к чужому и отправляет его туда, где этот чужой должен быть? Совершенно верно. Предполагается, что если грамотно подойти к этому вопросу, то заранее отправив наш сервисный спутник, там немного будет работы, да, то есть не придется очень далеко его тащить. Если не запустить эту проблему слишком, то поначалу корректировать орбиту несложно. Вот как МКС регулярно корректирует орбиту, и в этом нет ничего страшного. То есть это по сути, получается, спутник – космический буксир. Совершенно верно. Именно космический буксир. Но более того, также разрабатывается возможность дозаправки космических аппаратов. Для того, что даже еще до того, как он сошел с орбиты, у него может закончиться запас топлива, необходимый ему для коррекции орбиты, и если он, с одной стороны, пригоден к дозаправке, естественно, если вот двигательная установка еще пригодна для повторного запуска, то мы предлагаем дозаправить этот аппарат, и дальше он будет спокойно себе функционировать еще столько, сколько сможет. Да, то есть такой сервисный спутниковый предлагатель. Совершенно верно. Типа он и танкер в одном флаконе, и буксир, или это два разных? Нет, 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 конечно, это разные типы аппаратов, но смысл в том, что сейчас уже, в принципе, мы готовы к дальнейшим этапам разработки, уже к конкретным работам над такими аппаратами. Вот. Конечно же, это далеко не полный спектр тех перспективных наработок, которые существуют в конструкторском бюро Южное. Наверное, по ним можно было бы делать огромный отдельный лекторий. Вот. Но, в общем-то, завершая свое выступление, хотелось бы поблагодарить вас, уважаемые посетители, гости, за внимание. Так. Немножечко упомянуть о том, что у конструкторов с холдбюро Южное есть сайт, официальная страничка. В фейсбуке, в инстаграме можно будет там отслеживать последние наши новости, и все разработки, и приведем цитату украинского космонавта Леонида Каденюка о том, что украинского, да, нужно быть на полегливом у достижения своей метки, и тогда, даже, здавалось бы, найнедосяжнейшие мрії станут реальностью. Это то, что мы сегодня должны быть также на полегливом у створения новой космической техники, залучать молодь, собирать все ресурсы и занимать гидное место в световом рынке, и среди клубов космических стран, и даже с определенными направлениями, я думаю, что мы можем быть лидерами и даже диктовать моду. Спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши питания? Давайте, сначала у меня первый вопрос будет, что там с Луной? Прямо интересно, такие показали слайды, там какие-то прямо лунная база, что-то такое там, да? Можно поподробнее чуть-чуть? Потому что сейчас, вот как НАСА нам сообщает, американцы, европейцы все полетели на Луну, там сейчас все самое интересное происходит. Скажите, что у вас в этом смысле? Ну, значит, смотрите, во-первых, система модулей, которые обеспечивают пребывание экипажа длительное время, беспрерывное даже, в том числе системы жизнеобеспечения, модуль Вивариум, системы энергообеспечения, ну и дальше, собственно, необходимые модули для проведения научных работ, и, собственно, того… А энергообеспечение, что именно имеется в виду? Там какая-то аналитическая установка, солнечные батареи, что? Ну вот, вот они, солнечные батареи, совершенно верно, да. У нас же есть опыт создания космических аппаратов, соответственно, у нас опыт работы с солнечными батареями, и мы все это вот сейчас объединяем, интегрируем вот в эту разработку, в этот целый комплекс разработок под названием… Из чего оно сделано? Из чего вот поверхность? Это металл, это реголит, это что, из чего оно… Значит, смотрите, ну, конечно, существует раздражение, разные проработки, как и из металла, так и из реголита, да. Мы знаем, что очень перспективное направление, собственно, строить базу непосредственно из лунного грунта, это по многим причинам выгодно, однако, понимаете, вот есть два типа задач, те, которые можно выполнить уже сейчас, они сложны, комплексы, может быть, не так эффективны, это вот если я говорю про металлические модули, да, можно доставлять элементы конструкции один за одним и там собирать. И есть такие задачи, которые, ну, на перспективу, на будущее. Это вот что касается реголита, постройки из реголита. То есть прорабатываются оба варианта. Какой показан на рисунке, я вам даже не скажу сейчас. В общем-то, я думаю, по форме они будут… Ну, смотрите, меня просто… Знаете, что интересует? Вот если какие-то… Если брать куповый. Да, европейцы или американцы, они посмотрят на вот этот проект и скажут, да, нам это интересно, мы хотим это взять. Что их может заинтересовать? Что такое есть в этом проекте, чего нет у тех же европейцев или у американцев? Смотрите, значит… Ну, как условно говоря, чем он лучше? Он… Смотрите, значит, во-первых, могу так сказать, что мы сейчас в полной мере готовы приступить к следующим этапам разработки. То есть это, понятное дело, какие-то предпроектные работы. Если, как вы сказали, приходят европейцы и американцы, и они готовы, значит, вкладывать средства, ну, собственно, заказчик готов вкладывать средства в реализацию этого проекта, то дальше мы предлагаем ему уже конкретные решения шаг за шагом, которые являются простыми. То есть у нас вот в проект этой базы вложены, отработаны, опять же, решения, исходя из нашего опыта создания наземных комплексов и так далее, и так далее. Вот, например, если так вдуматься, то тот же ровер, конечно же, отличается, но не так уж и далеко отличается от тех наземных средств, которые по земле ходят. Только вот требованные герметичные… То есть вы хотите сказать, что у вас уже в общем практически все готово к тому, чтобы создавать… Готовность к разработке, да. Вот так. В этом как бы плюс. Хорошо. Еще есть у нас полторы минуты, есть на вопросы. Вот, молодой человек, дайте ему задать вопрос. Добрый день, спасибо за лекцию. У меня вопрос больше как к представителю локомотива космической промышленности Украины. За последнюю неделю только ленивый не перепечатал новость о том, что молодая украинская компания собирается в Николаевской области построить космодром. Вот. И за весьма скромный бюджет по космическим меркам и короткие сроки. Вот насколько вы оцениваете возможность реализации данного проекта и какие перспективы, собственно говоря, для Украины в целом и для космической промышленности в частности? Спасибо большое. Отличный вопрос. Значит, начну с того, что конструкторское бюро Южное с проектом «Циклон-1М» уже прорабатывает возможность создания космодрома на территории Украины. И у нас есть заключение экспертов о технической возможности запусков аппаратов и ракет-носителей в первую очередь с этой территории. Как раз вот район Николаевской области, там есть какая-то военная база, то ли то полигон. Значит, смотрите, в чем тут, во-первых, может быть проблема. Естественно, зона отчуждения. По классике, по учебникам создателей ракетно-космических комплексов, зона отчуждения должна составлять 20 тысяч километров от точки старта в сторону полета. 20 тысяч метров, наверное. Нет, 20 тысяч километров. Это по классике. Километров, да. Вот обратите внимание, Байконур. Что-то 20 тысяч километров – это многовато. Это половина экватора, да. Так, значит, что-то действительно… Ладно, я уточню эту цифру, но смысл не в этом, извините. Смысл в том, что, естественно, там не должно быть населенных пунктов. Если стартовать с территории Украины, то в сторону моря Черного, а дальше через территорию Турции, там дальше море, южнее есть, забыл, извините. Средиземное. Средиземное, красное, да, вот красное, по-моему. Вот, и, значит, на территории Турции есть населенные пункты, плюс это другое государство. То есть, несмотря на то, что плотность населения там невелика, это уже вопрос политический, как можно будет договориться с правительством Турции и других государств, чтобы они разрешили пролет над своей территорией ступеней. Значит, номинально, по приводнению первых ступеней на территории Турции не предполагается. То есть, все должно падать в море. Значит, ну, плюс есть еще, кстати, один интересный вариант, довольно безопасный. Это запуск носителей точно вверх. То есть, сейчас они, выбирая оптимальную траекторию, естественно, уходят в уклон в определенный момент. А можно запускать точно вверх. Это энергетически совершенно неэффективно. Мы потеряем там часть полезной массы, но… Но зато сэкономим на разборках с Турцией потом. Значит, давным-давно в КБ Южном эти все вопросы ведутся, прорабатываются. Я вам могу сказать, что вот одним из иных оптимальных решений в этом направлении является воздушный старт. Тоже где-то над морем. У нас есть разработка таких комплексов. Причем с носителями как легкого, так и среднего класса, с борта самолета. Там множество интересных сложных задач. Но вот с точки зрения реалистичности это, пожалуй, более перспективно. И самое главное, здесь не придется решать каких-либо сложных политических задач международного уровня. Ну что ж, да, Александр, я прошу прощения, у нас просто время выходит. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Александр Балдин, инженер-конструктор КБ Южное. Так, давайте я ему руку прошу. Спасибо вам большое.